В нашем городе живет очень много людей, которые любят комсомольск на Амуре и посвящают ему свое слово. В форме стихотворения, рассказа, научной работы или публицистического произведения. Но сегодня, к 70-летнему юбилею города, готовится совершенно новое и, как считают его авторы, абсолютно уникальное слово о комсомольске. Это вообще проект наш уникальный. В том плане, что вообще ни один город нашей страны не имеет подобной книги, подобной идеи вообще. Но я думаю, что даже ни один город земного шара не имеет такой книги. То есть мы можем здесь, как первооткрыватели выступать, создавая энциклопедию города и привязывая городу часть региона, или наоборот, привязывая город к региону. Тут, собственно, взаимосвязано все. Речь идет не просто о книге, о книге-энциклопедии, в которой, как планируют ее авторы, будет собрано практически все, что когда-либо было написано о нашем городе. А кроме того, сотни событий и биографии людей, прославивших наш город добрыми делами. Идея создать такую энциклопедию впервые пришла в голову к Александру Сергеевичу Семенову еще два года назад. Пришла мысль в голову издать энциклопедию вселенной цивилизации. Я разработал 25 томов этой энциклопедии, нашел инвестора, все нашел. Мне нужно было решить дела с налоговой инспекцией, я приехал сюда разбираться, а чтобы жить, наши какие-то средства. И вот я подумал, а почему бы не сделать энциклопедию города? Так все-таки, кто же эти люди, можно сказать, энтузиасты, решившиеся сделать такой подарок комсомольчанам к юбилею города? Главный редактор Борис Дмитриевич Дрозд, не только коренной житель Комсомольска-на-Амуре, но еще и писатель. Александр Сергеевич Семенов, автор данного проекта, хотя и не родился в этом городе, но живет здесь уже много лет. И немалая часть его стихотворений посвящена именно городу юности. От Москвы вдали, где тайга шумит, где тайга шумит, раскрасавица, на Амур-реке город наш стоит, от рождения делом славится. Он стоит, растет на крутых ветрах, и гудит река ветром вспенена. На его груди, за его размах, горит золотом орден Ленина. Верен славе он и судьбе своей, по душе ему жизнь тревожная. Поделились с ним красотой своей, ширь Амурская, даль Таежная. Александр Сергеевич, Вы сказали, что Вам идея эта в голову пришла в 1999 году, но заявили Вы о себе и об этой энциклопедии только в этом году. Почему так поздно? Потому что мы нарабатывали материал. Мы же не могли без материала говорить, вот мы что-то создаем. Вот сейчас мы можем показать, вот видите, мы обработали такую массу материала, и потом у нас в процессе работы мнение менялось, что-то мы брали, что-то убирали. Вот, допустим, бюджетные организации такие, как Горводоканал, тепловые сети, коммунальное хозяйство, все. Ну, ну, где? Ну, нигде. Ну, если завод Гагарина, он может о себе, он имеет деньги, может о себе издать книгу, а Горводоканал может о себе издать. Тепловые сети, ничего не могут, эти предприятия не могут о себе заявить, и мы вот это все по крупицам собираем. Музыкальная школа, художественная школа, всякие студии, мы все отражаем в книге. То есть Ваша энциклопедия обхватывает все пласты и науку, и культуру? Все стороны жизни, все стороны жизни. Эта энциклопедия действительно будет охватывать все стороны жизни нашего города. Промышленность, культура, спорт и многое другое. Причем с самых древних времен. Например, одна из первых статей расскажет Вам об амурских аборигенах. Каждому комсомольчанину известна такая дата, 12 июня 1932 год, когда и начинал, в общем-то, строиться комсомольск на Амуре. У Вас, я так поняла, энциклопедия начинается прямо с древнейших времен. Да. Ну, когда мы начали разрабатывать, когда Александру пришла идея, у нас проект книги менялся в процессе работы. Почему так получалось? И название отсюда менялось. Сначала была Комсомольск как бы и окрестности, близлежащие. Потом Комсомольск-ДВ-регион в какой-то степени. И в конце концов мы поняли, что показывая Комсомольск, показывая, значит, что он здесь не на пустом месте был. Мы отодвинулись на сто лет к Пермскому и освещаем, значит, освоение при Амуре, именно начиная с этого времени. И в конце концов поняли, что и без, не показывая глубже еще вот наш регион, мы тоже как бы начинаем зависать в воздухе. И мы решили, что нужно показать нашу маленькую точку на земном шаре, именуемую Нижним Амуром, Нижнеамурем. Мы ее решили показать с самого-самого начала, с каменного века. Начиная от самых-самых древнейших времен и переходя постепенно к нашему современному положению, вот как мы выразились, значит, показывая от каменного века, от каменного топора, мы переходим к современному производству, к современной продукции, которую выпускают наши предприятия. И чем славен настоящий в мире наш город, это наши выдающиеся, так сказать, всем известные в мире атомные подводные лодки и военные, значит, военные самолеты, которые выпускают завод Гагарина. Вот получается такая картина, достоверная, правдивая, вот, и наглядная, собранная в одном месте. И читать бы я в руки нашу книгу, он получает полное, я надеюсь, может быть, ну, что он получит полное представление об этом кусочке земного шара. Откройте любую энциклопедию, и вы увидите, какое большое количество людей над ней работало. Наш случай не является исключением, ведь это очень тяжелый, кропотливый труд. Необходимо досконально проверить каждый факт, каждую биографию. Энциклопедия все равно, что справочник. Здесь все должно быть четко, ясно и правдиво. У каждого поселка есть своя история. Допустим, поселок Малки, как он появился? Он появился, вырос вокруг кирпичного завода. Вот почему у нас вдоль Силинки, никому ж неизвестно, все думают, тот город начался с улицы Кирова. А на самом-то деле нет. Город рос от реки Силинки, от завода рос. И вот поселки у нас идет, поселок Силинский первый, второй, третий, четвертый. Четвертый у мелькомбината находится. Мелькомбинат возник еще раньше электротехнического завода. Электротехнический завод начали строить в 1936 году, а Амурсталь в 1935 году. Так вот, поселки Силинский, вот этот первый, второй, они строились на суды. То есть людям давали деньги, и они собственным трудом строили дома. Ну и строить третий Амурсталь помогал. К вам приходили люди, которые приносили какие-то материалы, цены. Были такие случаи, когда рассказывали о тех людях, которых вы даже не знали, но которые что-то сделали для нашего города? Ну, пожалуйста, я вам... Тут, понимаете, может быть, не для города... Были люди, которые сделали не только для города, а для страны. Вот пришел к нам человек, Гаев, и сказал, что у него брат, лауреат Ленинской премии. В области военной техники, причем космической техники. Вот он недавно погиб, скоропостижно умер. И вот мы сейчас подготовили о нем материалы очень интересные. Фотографию он нам дал, диплом мы дал, показал, что он действительно лауреат Ленинской премии. То есть он комсомольчанин? Да, да. Он родился вот на Пиване и жил там. И никто не знал до этого времени, что... Ну, никто не знал. Вот представляете себя. Человек пришел и сказал, вот какой-то есть человек. Ну, вот сейчас вот смотрите, вот Амурсталь только возьмите, Амурсталь. Сколько там удивительных людей? Около ста биографий, понимаете? И все эти биографии включены в вашу энциклопедию? Нет, не все, конечно. Это очень будет много. Если представьте себе завод ЗЛК, сколько там биографий? Сколько бризмитов? В порядка ста. Вот ЗЛК, около ста биографий. Именно биографий. То есть человек родился, учился где-то. Показаны его биографические данные. И вклад, который он внес в свое предприятие. Что он конкретно сделал? Чем прославился? Строители кораблей даже. Их 28 человек, строителей кораблей, которые корабли строили. Военные, подводные лодки, дизельные, атомные. Вот у нас материалы лежат по всем атомным лодкам, которые сделал. 56 лодок завод сделал. Вот все материалы тут лежат. Невозможно перечислить все, что войдет в данную энциклопедию. Ведь объем книги почти 700 страниц. То есть более тысячи статей, упорядоченных и хронологически выверенных. Сотни биографий людей, прославивших наш город добрыми делами, как в прошлом, так и сегодня. Кроме того, энциклопедия будет оживлена большим количеством черно-белых и цветных фотографий. Как быть с тем материалом, который не войдет в вашу энциклопедию? Потому что действительно все охватить нельзя. Ну, такого не может быть. То, что достойно и нужно, оно войдет в книгу в любом случае. А то, что не достойно, то и не войдет. Я думаю, что еще может быть получится такой момент, что не хватит даже... Объема книга. А мы что-то не успеем осветить и охватить. Придется выпускать энциклопедию номер два? Да, что можно допечатать до издания. Через 5-10 лет, когда что-то новое появится. Естественно, мы уже планируем, что неизбежны эти вещи, что придется потом довключать. Когда все-таки вот эта энциклопедия появится на прилавках наших магазинов? Ну, я очень надеюсь, что она появится к 12 июня. А каждый комсомольчанин сможет ее приобрести? Да. Я думаю, что каждый, кто захочет. Если будет большой жена... Тираж, предполагаемый, 5 тысяч. Ну, то есть тот тираж, который реален. И реален по финансам, и реален по спросу. Если, конечно, комсомольчане воспылают глубокой любовью к истории города, то можно сделать допечатку, сделать 10 тысяч. Но, как говорят книготорговцы, 5 тысяч – это самый оптимальный тираж. За 70 лет очень многое рассказано и написано о нашем городе. Но, возможно, данная энциклопедия станет действительно новым словом в истории Комсомольска на Амуре. Субтитры создавал DimaTorzok